Я на видео снимал или это? Нет, на этот. Я разнимал. А правда? Я тогда показывал, я говорю, что я никак не могу распечатать. Тогда на флышки посмотрите. Флышки надо посмотреть. А там у кого в гостях находимся, брат? Объясни. Это в бурлаках, в Покросске, в бурлаках у семи черебных. Сестры нашей не стало. Уже недавно прошло 40 дней, как Господь ее призвал к себе, остались только дети и внуки. Она при каком храме служила? При нашем Покросском, Пресвятой Погородице Покрова. Была там много лет отдала служению Господу. Была очень активная, незаменимая, можно сказать. Ну, незаменимых людей нету, но оказала очень большую помощь храму. Много лет. Очень много сделала для храма. Очень много. Сестра очень дорога была нам всем. Ну, как и Дулеся сказала, время рождаться, время умирать. Пришло время, и Господь ее призвал. Аминь. Слава Богу. Ну, мы сегодня зашли, воскресный день. Мы тут заезжаем с Божьей помощью не всегда, но время находим по воскресным дням и читаем евангельские отрывы, которые читаются в храмах православных воскресных дней. Мы сегодня постараемся прочитать этот отрывок, который читался на литургии сегодняшнего дня, и немножко его разберем. Евангелие от Марка читалось сегодня, 8 глава, с 34 стиха, по, включительно, 1 стих 9 главы. Слова Писания. И, подозвав народ с учениками своими, сказал он, «Кто хочет идти за Мною, отверни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем пролюбодийным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в заславе Отца Своего со святыми ангелами? И сказал им, «Истина, говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Отрывок небольшой. Глубина вот этого изречения, этого стихов очень глубока. И если его разбирать, то много можно сказать. И вот он говорит, и подозвав народ с учениками своими. То есть мы видим, что в этот момент люди тянутся ко Христу, послушать Его Слово, народ. Это не один и не два человека, а это уже много. И все жаждали услышать от Христа какую-то речь. И сказано апостолом Павлом, временем 10-17, «Итак, вера отслышания, отслышание Слова Божия». И вот и мы видим, и апостолы тоже подошли. Он говорит такую речь. «Ибо кто хочет идти за Мною, отведни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Вот эти три ступеньки верующий человеку необходимо будет сделать. Отвергни свое «Я», отвергни свое эго, свое которое, что мы всегда приписываем себе. Это все Божие. Мы должны понимать, что все от Господа, все мы, что имеем на этой земле, все это дары Божии. Великие милости Его к нам всем. И вторая ступень – это взять крест. Крест – это будет уже страдание в этой жизни за то, что ты будешь жить по заповедям Господним. Почему мы это понимаем? Потому что нам тоже Писание учит. Прелюбодеи, прелюбодеицы, не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Если мы любим этот мир и нас тянет во все вот эти, которые нам сатана навевает, все события, которые не ведут к спасению, и мы это хотим исполнять и делать, то мы, конечно, душой будем в погибель себя вести. Но если же мы будем все поступки сверять со священным словом, который нам Господь оставил, то мы, возможно, по великой милости приобретем вечную жизнь с Богом. И эта земная короткая жизнь нам дана один раз. Но как мы ее проведем, все зависит от нас, от нашей воли добровольной. И вот третий путь. Христос нам прямо сказал, третья ступенька – это следуй за Христом. Идти надо за Христом. Христос, вот это я держу в руках самого Господа Христа. Слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Вот это слово и будет нас судить. Вот если мы будем сверять свою жизнь и свои поступки с этим священным писанием, и они будут сходиться, что Христос так нас учит, так нас поступает, так нам говорит, так делать, то мы будем делать праведные, угодные дела Господа. И дальше он такие замечательные нам слова говорит. И кто хочет душу заберечь, тот потеряет ее. Если мы хотим здесь насладиться этой короткой жизнью, не сверяясь со священным писанием, то, конечно, мы потеряем душу в вечности, и мы останемся без Господа. Мы уйдем в то место мучения, приготовленное падшим ангелом и дьяволом. Но если же мы потеряем, допустим, дальше сказано, а кто потеряет душу свою ради меня, ради Христа и Евангелия. Евангелие – это благая весть, это слово. Ради этого слова, что мы окажемся тогда в вечности с Господом. Это важно. И дальше он говорит. «Ибо какая польза человеку, если он привредет весь мир, а душе своей повредит?» Многие люди сейчас не задумываются. Делают себе карьеру, делают себе состояние, делают себе благополучную вот эту жизнь. Не задумываясь, что это все скоро проходящее. Все закончится. И с собой человек не заберет ничего. Он как пришел, говорит, ни с чем, так и уйдет ни с чем. А багаж души останется при нем. И вот этот багаж души, какой он будет? Это все зависит от нас. А если же дальше он говорит. «Или какой выкуп даст за душу свой человек?» Никак не рассчитать. Никак. Там никто уже Господа не подкупит, взятки не даст, как в этом прелюбоденном и грешном мире сейчас происходит. Все покупается за деньги. И если не за деньги, то за большие деньги. А если ты не подкупный, то тебя уберут с этого пути. Всяких способов, чтобы это сделать неправду. А дальше он говорит. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, родисям прелюбоденном и грешном, видите, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своя со святыми ангелами». Пришествие Иисуса Христа придет во второе. Мы не знаем признаки, мы знаем, а когда это случится, мы не знаем. И все Писание нас подводит к тому, чтобы мы всегда были собраны, готовы к встрече. Кто-то раньше встретится с Господом, кто-то позже, кто-то придет до скончания Вселенной. Да, такие люди тоже будут. Но если мы здесь, на земле, уже стыдимся Христа, уже не проповедуем, не рассказываем, нас спрашивают, а что у тебя за вера? Мы стыдимся своей верой. То есть мы за это уже тоже будем отвечать. И вся наша жизнь, как Василий Великий говорит, мы должны отлимчаться от этого мира. И одеждой, и походкой, и словами, и делами. То есть нас должны на улице узнавать, что мы другие. Мы другие. Мы христиане. Мы записаны на другую фамилию все. Мы стали христианами. То есть мы должны это звание, звание и избрание нести достойно. То есть не пригрешать. Не давать повода для ближнего в соблазн. Потому что я буду за этот соблазн, если ближний этим соблазнился, я буду отвечать перед Господом уже. Это надо очень сильно ценить. И заключение этих стихов, сказал Он истинно, говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Возьмет Господь твоих трех учеников, это Петра, Якова и Иоанна, и возведет их на гору Павор. И в этой горе Он преобразится. Он Своё покажет Божество. Чтобы эти апостолы еще этим укрепились, что с ними не простой человек, а что сам Бог, сам Господь, сам Сын Божий, который послал Отец, чтобы спасти род человеческий. Чтобы этим они укрепились, чтобы в дальнейшем они смело, смело пошли и проповедовали, и рассказывали о Евангелии. И приводили к покаянию нового сердца. Вот такой евангельский отрывок сегодня мы, кто был в храмах Божьих, слышали от Господа слова вечного Бога. Его тоже сегодня услышали, да? Сегодня ты как-то тихонько, смирно сидишь. Это удивительная погода. Да, молодец. Сегодня ты хорошо послушал. И он тоже послушал. Все. Так что вот такой евангельский отрывок сегодня мы очень важный услышали от Господа. Но надо не просто слышать, но надо еще и исполнять. Как вот апостол. Мы сегодня тоже первый угол будем разбирать. Мы сейчас едем с братом на занятия для воскресной школы. И мы будем проходить сегодня послание Якова. Первая глава. И вот я с первой главы 19 стиха хочу зачитать такие интересные слова. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающим природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел этот час, забыв, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, вот этот закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Блажен это счастливый. Ну все, и ты молодец послушала сегодня. Это дядя Лова, брат наш во Христе. Ты не знаешь его, да. Ты его не помнишь просто, мы видели все равно в храмах. Но ты его не помнишь. Он много лет уже в Багнавуле живет. Да, брат? Ну немножко я скажу. Мне очень нравятся божественные стихотворения различные. Ну, кажется, я заучиваюсь. Есть такой, был такой, вернее, писатель, поэт, это Натсон Семен Яковлевич. Может, вы не слышали. Он в свое время, это было дореволюционное время, то есть до 1917 года, он был очень известнее, чем сам Алексей Сергеевич Пушкин и другие, которые у нас сейчас на слуху. А в то время там даже его стихотворение переписывали семинаристы руками. То есть настолько он был популярен. У него есть такая поэма, называется «Иуда». Она очень большая, но я немножко зацитирую несколько стихов. «Христос молился под кровавый, С чела поникшего бежал, За рот людской, за рот люкавый, Христос в молении высылал. Огонь святого вдохновения Сверкал в чертах его лица, И он с улыбкой сожаления Сносил последние мучения И боль тернового венца. Вокруг креста толпа стояла, И грубый смех звучал порой. Слепая червь не понимала, Кого насмешливо пятнала Своей бессильной враждой. Что сделал он, За что на муку Он осужден, Как раб, как тать. И кто дерзнул безумно руку На Бога своего поднять. Он в мир вошел Святой любовью, Учил, Молился и страдал, И мир его невинной кровью Себя навеки запятнал. Свершилось. Там поэма продолжается, Она в несколько листов. Нацин это, У него стихотворение Очень божественное, Видимо, Слово Божие много читал. Вот даже вот есть Такое короткое, Еще немножко заменю, Время от него. Христос, Где ты, Христос, Сияющий лучами, Бессмертной истины Свободы любви? Взгляни, Твой храм Опять порогом Торгашами, Имей, Что ты принес За пятнами И с руками Повинными Страдаческой крови. Взгляни, Кто учит мир тому, Чему когда-то И ты учил его Под тяжестью креста, Как ярко их клеймо Порог и разрата, Какие гнойны Застражившего брата, Какие Вновь Открылись у уста. О, есть Теб только зло, Нарваться всей душою, Рассеять это зло, Трудиться для людей, И горько осознавать, Что об руку с тобою Кричит об истине, Ломаясь пред толпою, Прикрытой маской Продажных фарисей. Очень таким. Ну, там у него еще Много секторей. А, Левуя. Да. То есть, да, Видите, про как Все слова Проникшитое Вот этой любовью Ко Христу. Действительно, Взаимно любовь должна быть. Бог льет нам много Благодати. Бог нам делает Все, Все по Милости. Много чего. Много. Мы все в достатке. Просто перечислять Мне Времени не хватит, Что Господь нам изливает. Вот этот дождь, Который сегодня льет, Это забота его О завтрашнем дне. Потому что почва Пропитается водой. Завтра она замерзнет. Потом придет весна. Она уже, почва будет Приготовлена с Влагой. Там будущий урожай. Все. Бог уже заботится о будущем. И так вот посмотреть, Господь, ну, любит нас Бесконечно. И вот мы, Чтобы ответ на любовь у нас была, Мы делами должны Какими-то Совершать Его Ответную любовь. Делами Вершаться Наша вера. Помоги, Господи. Спасибо, Христос. Если что, звоните. Ладно? Спасибо, Господи. Благодарите. Попейте. Я тебе отдам Чего хоть попьете. Все, брат. Все. Поехали дальше. На занятие. Вот как разводится. Размите дома чайки. Это что? Это Как наподобие Рудюки. Это Дарешки, Трелчок. Дарешки, Дарешки. Ты мне отдаешь? На. Батюшка сейчас служит Две недели у нас По-намбунуши. Потому что С десяти, он сказал. Кроме понедельника С десяти до двенадцати И там дежурно. Воды хочу взять. Да я тебе свои привезу. У меня тоже есть. Только ты мне позвони Сегодня вечером. Я тебе вечером Может привезу. Ладно. Володя, Если мы с тобой повезем, Бог даст. Ты мне позвони в шесть часов. У тебя есть бутыль? Есть, найду тебе. В шесть часов позвони мне Я брата с дочкой Повезу на поезд И как раз тебе потом проеду Только в шесть часов Назвони Что-то я не забыл Хорошо? Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому